Бала-бала-бала, ты мое сердце украла, ты для меня лишь мечта. Эй, бала-бала-бала-бала, ты мое сердце украла, ты для меня лишь мечта. Что касается покушать, вот этот вопрос меня интересует большей частью. Что любишь, вот приготовить, вот любишь готовить, можешь готовить вообще? Вот артисты, они такие ленивые люди, они вот вообще вот сидят, я не знаю, вот куда пригласят, там и покушать, придут домой. Нет, я не люблю это. Так, хорошо, что ты любишь? Но я не привередливая в плане еды, люблю многое поесть, а в основном морские продукты. Морепродукты. Да, вот. И, конечно же, я сладкоежка. Ну, по тебе вообще не скажу, что ты сладкоежка, мигратюрная стройника и девчонка. Люблю готовить? Да, конечно. Люблю готовить в основном сладости. А, пироги. Торты, торты, пирожные. А вот такие блюда не особо. Вот выйдешь замуж, бог даст. Вот муж голодный не останется? Не останется. Ротанная, не очень вкусная. Ротанная и дешевле, и доступная. Что там кипяток-то? Нет, это я умею готовить все. И плов, и хинкалы, и все наши дагестанские блюда. О, замечательно. Вот некоторые, вот бывает, вот общаешься, не знаю, в социальных сетях, вот спрашиваешь, просто никто не может готовить. Я не знаю, ну, выйду замуж, научусь. Нет, это, конечно, сложно выйти и научиться. Там и свекровь начнет капать. Вот. Ты не умеешь. Да, готовь, ты знаешь. Куда ты пришла? Куда ты пришла? Думаешь, я буду, что ли, тебя готовить? А, никак. Так, вот выйти замуж, это самое такое, то есть, на то же, да? Конечно, да. Событие? Я это серьезно. Конечно. Вот, вот ты по национальности, как бы, лезгинка, вот, у тебя принципиально, чтобы он муж был тоже, Левгин, или нету разницы? Я не националист, конечно. Нет, ты как бы без разницы. А, Барис, дорогие, стаба, сохранит. А, конечно, вы спросите моих родителей. А, все как бы, а, ну, понятно. Надо бы, давай, тоже пригласить. Я, конечно, могу решить, но надо посоветовать. Да, надо, ну, да, конечно. Ты единственный ребенок в семье, или? Нет, настрой, я средняя. Так. А, они чем занимаются, тоже в музыке, или? Нет, младшая, конечно, любит музыку, она умеет петь, у нее есть слух, но она занималась в ленисинстве, в этом году. А вот старшая, она юристка профессии. Так, замечательно. А замужем? Да, замужем, старшая замужем, недавно у нас родился племянник. О, поздравляем. Как вы назвали? Руслан. Руслан, замечательное имя. Ну, понятно. Как ты пошла вот по стопам творческим? Что, кто тебя толкнул на это? Ну, говоря, вот получилось все так спонтанно как-то. Угу. Я планировала и туда поступить, и сюда, но как-то получилось, что я услышала в музыкальном факультете, где-то стал государственным педагогическим университетом. Так. И мне захотелось вот заняться музыкой. Занималась я в последний раз в шестом классе, играла на фортепиано, а потом уже пошло-поехало. Я хочу профессионально заниматься музыкой. Замечательно. Благодаря моим родителям я, конечно, все это освоила. Спасибо им большое, что они поддержали меня. Угу. Вот. Ну, такого не было, что отец говорит, ну, дочь, ну, понимаешь, это не серьезно. Понимаешь, поначалу было, конечно, каждый родитель за своего ребенка переживает. Да, 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 вот. Ну, конечно же, я очень хотела заниматься этим. И занимаюсь. Что касается свадеб, ну, все артисты ходят на свадьбу, все этими зарабатывают, этими живут. Как у тебя прошел сезон? Честно говоря, вот, летом я отдыхала в основном, был в момент, а в августе уже у меня прошли свадьбы, выступления, все прочее. Так, хорошо, где отдыхала, вопрос. Отдыхала и там, и здесь, и на море, и в горах. Ирина, мы, в общем, за пределами Дагестана не выезжала. Нет, не выезжала в Дагестану. Только в Дагестане. Так грустно она это сказала. Нет, не выезжала. Куда бы хотела поехать отдохнуть? Вот, мечта есть у тебя? Моя мечта поехать в Валенсию. В Валенсию? В Испанию? Что там ты вот хорошего увидела? Увидела в Валенсию? Ну, сам город мне очень нравится. В Валенсию? Ты по картинкам увидела, и понравился? Да, что по картинкам. Много всего, но я изучаю. Угу, ну и, наверное, показывают. Здесь мечта поехать в Валенсию, а когда эта мечта исполнится? И ты просто не рвешься? Можно осуществлять мечту. Побыстрее. Побыстрее. Загрампаспорт есть? Вот, друзья мои, есть уже завтра. Кто знает, может кто-то тебе так чисто ради симпатии там сделает такой тысяч пять тысяч долларов, да. Ох, давай, поезжай, это от меня чисто. Ну, все возможно. Насчет сольного концерта, мне кажется, думать еще немного рано, да, или как ты думаешь? Или планы уже есть? Конечно, сольный концерт для меня очень серьезное дело, поэтому я к нему, я уже фантазирую как-то, у меня в голове уже промекают миски, как я буду делать сольный концерт. Угу. И, возможно, может уже в следующем году. В следующем году, замечательно. А где ты хочешь сделать первый сольный концерт? Махачкале. Махачкале? Да, хорошо, что касается дружбы, очень многих, наверное, артистов ты знаешь, с кем дружишь тесно, вот кому входишь в гости, кому не ходишь. С кем? В гостях ни у кого еще не было, но дружу со многими артистами. Со многими? Вы чисто? Нет, не надо, я усну и не только я, вот, очень понятно. Подожди, ты встаешь в 6 утра, полседьмого? Да, я же учусь, учусь в двух заведениях, можно сказать, в музыкальном училище и в ДГПУ, также вот моя профессия музыкальная. Ты сказал, что ты учишься, где ты в ДГПУ учишься? В ДГПУ на музыкальном факультете и в музыкальном училище Гасановом, на, по классу, вокальное отделение. Песни на языке, в английском, французском. На французском любви. Так, французский любишь? Чего в какой языке любишь? Армянский любви. Кстати, какие-то черты характери те, и с вами, ну, ты не говорили об этом? Я, наверное, первый. Нет, хотя говорил один человек. Он живой? Не знаю. Не знаю, так, хорошо. Так. И итальянский любви. Но, правда, я не совсем так знаю. Так, чуть-чуть. Так, чуть-чуть. А вот разговаривать, я не знаю, ты знаешь какой-нибудь язык, который ты... Знаешь, каждый я понимаю. Понимаю. Ну, если будешь где-нибудь в Нью-Йорке, в центре, ты там не потеряешься. Нет. Посольство найдешь сразу. Я найду Лизгин. Лизгин. На Лизгинском языке, сразу, да? Ну, такая небольшая информация, то, что наш канал транслируется еще и в интернете. Вы можете посмотреть его в прямом эфире, в онлайне. Да, в онлайне. Домашних животных вообще нет? Нет. Был кот недавно. Я не знаю. Недавно? А что с ним случилось? Он бежал. Причина, вот как ты думаешь, почему он убежал? Нет, я смотрю за ним, ты что? Так, а что, вот причина, что с ним случилось? Ну, он был такой дерзкий. Любил путешествовать, гулять где-то. Ты его забирал на концерты, наверное? Да, он выступал по танцовкам. Да, с тобой? Да. Когда я стану кошкой, рядом, да, находится? Да, 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 вот у меня так. Так. И ваунию. Как-то мы дружили все-таки, а потом... Вот что стало, вот, ссоры вашей, что он убежал? Вы поругались, наверное? Он нашел другую. Нашел другую. Вот всегда так, друзья мои. Да, ну, коту, мне кажется, не повезло больше. Почему? Ну, как? Думаешь, лучше тебя найдет он? Ну, кто его будет на концерты забирать? Ну, у него была такая жизнь, я просто не представляю, куда он убежал. Зачем он меня сделал? Может, он к другой певице убежал? Если ты слышишь меня, кот. Как зовут кота? Котэ. Котэ, да. Вот так вот, друзья мои. Ну, домашних животных, а так, завести хомячка какой-нибудь? Нет. Нет, не планирую пока. Может, попугая. Попугая. Но он будет болтать больше меня. Ну, это вообще кошмар. Мне это кажется. Как ты относишься к фонограмме? Фонограмма, знаешь, она тоже нужна. Не всегда аппаратура может устраивать певца. Поэтому фонограмму включаем, чтобы народ не парился. Да, друзья мои. Что он хочет этим сказать? Конечно, потому что вот многие как бы жалуются, вот, под фанеру. Нет, многие вот артисты наши, они работают вживую. Почему фонограмма вот включается на некоторых концертах? Потому что вот, может, зал не позволяет в живьем, может, аппаратура не позволяет полностью, чтобы артист отдал себя залу, вот, голос может не так, она, все это аппаратура. Ну, в основном я люблю живьем. Это, конечно, очень приятно. Ты можешь импровизировать. Конечно. Да. А вот просто на фанере просто стоишь и... Да, поешь то, что ты записал. Да. И бывает, часто говорят, что фонограмма – это чужой голос, на самом деле, да наш голос. Мы записываем на студии, паримся, мы потеем, но мы запишем и поем под фанеру, под свой же голос. Вот много мне вопросов задавали по поводу записи песни. Вот многие хотят вот начать петь и спрашивают, дорого ли это? Вот как, вот что ты можешь сказать по этому вопросу? Да, дорого для тех, кто не сможет оправдать, но всегда ты знаешь, что оправдаешь это или нет. Вот и все. Да, вот и все. Коротко ясно. Да. В общем, нужно надеяться как бы на себя. Если, да, главное – верить в себя. Если ты знаешь, что ты чего-то добьешься этим, ты обязательно оправдаешь все, что ты потратил на свои творчества. А можно ли без продюсера, сейчас многие артисты с продюсерами как бы работают, можно ли без продюсера куда-то прорваться, пробиться на сцену дагестанскую? На большую сцену. Не всегда, но можно. Ну, можно. Если, конечно, есть такое стремление прям. Ты везде стоишь и возьмите меня, возьмите меня, конечно, тебя возьмут. Если у тебя есть талант. В принципе, мой первый выход был именно таким. Султан Трамов именно мне помог. Я вышла на него, так сказать, по соцсетям. Ответить, не ответить, я уже думаю, сомневалась, конечно, немного. Ну, ответил. Ну, ответил, но ты… Бабейший в душе человек. Да, но ты как бы сейчас работаешь с продюсером, или ты одна? Да, Детихма Арифа, мой продюсер. Сейчас мы работаем с ним. Пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья. Это как несостоявшийся массажист, я скажу. И, конечно же, увидимся на концерте 7 октября. Будет много моря улыбок, впечатлений, эмоций. Мы будем там. Да. Да, конечно. Каждый выходной на РЕН-ТВ программа «Говорит» показывает седьмое небо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...